Беларусь-2 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 Участники заседания Объединенного научно-технического совета Евразийского экономического союза убеждены, сегодня необходимо активнее использовать возможности информационного пространства. По большому счету, если обладать оперативной информацией, многие чрезвычайные ситуации можно предупредить задолго до их возникновения. В Центре стратегических исследований гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям России, например, предлагают активнее использовать возможности спутников. Здесь вообще буквально космические перспективы. В привычных нам наводнениях, пожарах лесных, других бедствиях, они нам дают картину объективную. Но мы хотим двигаться дальше, и в том числе в такой экзотической отрасли, как предупреждение падения астероидов и метеоритов на Землю. Это очень серьезная программа, требует международной координации, требует больших финансовых затрат. Но разработки ученых в этой связи есть. Россия собирается начать ее реализовывать. И, естественно, это пол для того, чтобы эта информация делиться с нашими коллегами, партнерами, соседями. С прошлой недели начался осенний призыв в армию. Призывники Гомельской области направляются на прохождение срочной военной службы, вооруженные силы Республики Беларусь и другие воинские формирования. До 27 ноября армейские ряды пополнят около 2000 новобранцев, 300 из которых будут проходить службу в резерве. Построение на плацу областного сборного пункта. Этот ритуал ждет призывников каждый день в течение всей службы. Будущим защитникам Отечества напоминают быть ответственными и дисциплинированными во время прохождения службы. В разные уголки страны отправится около 2000 новобранцев. Изучать военное мастерство они будут в силах специальных операций, инженерных, пограничных и внутренних войск, частях связи. Кстати, при прохождении призывной комиссии учитывались пожелания призывников. Я забираюсь служить в 5-й отдельную бригаду специального назначения города Марина Горка. Я очень рад, что попал в эту часть. Я готовился к ней и физически, и морально. Я подготовился, чтобы туда пойти. Главное при распределении призывников – состояние здоровья. Если существуют даже незначительные отклонения от нормы, то о службе в элитных войсках можно и не мечтать. Все ребята, которые идут сейчас в армию, признаны годными, с разной степенью ограничения. Есть здоровые без ограничений, есть отобранные соответственно в разные войска, соответственно, постановлению совместному Министерству здравоохранения и Министерству обороны. Поэтому состояние здоровья на данный момент соответствует обследованиям, проведенным на уровне районных и городского военкомата. Однако много и тех, кто получает отсрочки. Таких почти тысячи человек. К тому же, двум с половиной тысячам парней выданы военные билеты. Они признаны непригодными к службе в армии. Однако и у некоторых призывников, которые по результатам медицинского свидетельствования получили положительное заключение, существуют определенные проблемы с физической подготовкой. Те ребята, которые идут в силы специальных операций, их отбирают представители данных бригад. С физической подготовкой у них всё нормально. По-другим бы я не сказал, есть проблемы, есть над чем ребятам заниматься. Да, не всегда надо сидеть за компьютером, экраном компьютера, надо заниматься собой, заниматься физической подготовкой. Для каждого из призывников солдатские будни – возможность сделать значительный шаг вперёд. Служба в армии – это большая школа, где приобретаются навыки для дальнейшей самостоятельной жизни. А солдатская дружба – самая крепкая. Это дружба на всю жизнь. Полтора года службы пройдёт незаметно, и эти ребята вернутся домой к своим родным и друзьям. Хочу попросить уважаемых офицеров, пускай простят нам нашу тревогу, так как мы отправляем своих дорогих и любимых сыновей. И это наша гордость и надежда в будущем. В Гомельском областном клиническом госпитале инвалидов Отечественной войны торжественно открыли новое отделение сосудистой хирургии прединсультных состояний. Оно стало одиннадцатым по счёту и рассчитано на лечение одновременно 30 пациентов. Отделение не имеет аналогов в стране. Впервые в одном медучреждении будет оказываться сразу три вида помощи людям, находящимся в прединсультном состоянии – хирургия, терапия и реабилитация. Подробный репортаж с открытия нового отделения смотрите далее в сюжете. Всем известное выражение «легче предупредить, чем лечить» – абсолютно точное для инсульта. Именно предупреждением этого тяжёлого поражения мозга будут заниматься в новом отделении. Оно, кстати, совершенно уникальное для Белоруссии. Впервые в одной больнице будет оказываться сразу три вида помощи – хирургия, терапия и реабилитация. По словам кардиологов, болезни можно избежать, если сделать операцию на сосудах. Улучшится кровообращение и риск инсульта станет минимальным. Проблема инсульта сегодня очень актуальна. В Гомельской области на сегодняшний день ежегодно более 5000 пациентов переносит инсульт. Из них более 1000 становятся инвалидами. Смертность составляет 30%. И открытие этого отделения позволит значительно уменьшить количество инсультов в нашем регионе. Пациенту, находящемуся в прединсультном состоянии, сделают ультразвуковую диагностику сосудов шеи, а при необходимости – и компьютерную томографию. При наличии показаний проведут операцию на повреждённых сосудах. Кстати, реанимационное оборудование «Эксперт-класса» совмещает наркозно-дыхательный аппарат и прибор для искусственной вентиляции лёгких. Его стоимость – около миллиарда рублей. На протяжении всей операции оборудование будет контролировать параметры жизнедеятельности пациента. Раньше мы не могли, как хирурги, участвовать в оказании помощи данной группе пациентов, потому что у нас очень мало времени, чтобы поставить диагноз, обследовать пациента и принять решение об операции или растворении тромба. Есть такое понятие – тромболизис. Но в последнее время техника и наши возможности шагнули вперёд, и появилась возможность всё-таки даже в экстремном порядке оказывать этим пациентам помощь. Инсульт занимает третье место среди причин смертности. Кардиологи напоминают об основных симптомах прединсультного состояния – нарушение речи, резкая слабость или онемение в руке или ноге, внезапное снижение зрения. Происходит это, когда мозг не получает достаточное количество кислорода. Причина – поражение сосудов, несущих кровь от сердца к мозгу. Если больной не получает адекватного лечения, патологические изменения в сосудах становятся всё более выраженными и могут привести к инсульту. Определённый процент пациентов, которые через месяц могли бы стать уже инвалидами, мы предупредим эту инвалидность и постараемся, чтобы этот человек остался в своей жизненной ситуации, в своей семье, на своей работе, и чтобы качество жизни его не пострадало. Семейный дом для молодых людей с ограниченными возможностями в 2000-м открыли в селе Климовка Гомельского района. Нельзя сказать, что это было очень просто. И сомнения возникали, и различных проблем хватало, как и в любом новом деле. Хотя цель была очень гуманная – помочь молодым людям с ограниченными возможностями адаптироваться к жизни в обществе. Светлана Алапо сегодня возглавляет благотворительную организацию по охране животных. В 2000-м она была среди первых жителей семейного дома. Благодаря этому дому мы можем теперь самостоятельно проживать. Благодаря этому дому мы много чего умеем, и благодаря этому дому он нам прибавил смелости в жизни. Потому что когда ты выходишь из интернатного учреждения, у тебя, как правило, паника, у тебя, как правило, рассеренность, потому что ты не знаешь, в чем будет состоять твоя дальнейшая жизнь. Сегодня в семейном доме для молодых людей с ограниченными возможностями постоянно проживают 4 человека. Плюс примерно на месяц сюда приезжают воспитанники домов-интернатов. Все-таки такой практики самостоятельной жизни в специализированных учреждениях не получишь. Сегодня от подавляющего большинства молодых людей, находящихся в домах-интернатах, родители отказались еще в родильных домах. Во время празднования 15-летнего юбилея первого в республике семейного дома для молодых людей с ограниченными возможностями, посол Великобритании Брюс Бакнул в знак уважения к хозяевам разговаривает на русском языке. Семейный проект – это подтверждение возможности эффективного сотрудничества стран в гуманитарной сфере. К тому же в этом году Беларусь подписала Международную конвенцию о правах инвалидов, чем продемонстрировала свое стремление больше внимания уделять этой категории населения. Может быть, это знак, что для правительства это важная задача. Также это знак важности политики социальной защиты. С британской стороны участие в создании Семейного дома 2000 приняла благотворительная организация проект «Поддержки детям Беларуси». Сегодня ее исполнительный директор Линда Уолкер говорит, что сделанным полностью удовлетворена. И озвучивает новые планы – открыть еще один семейный дом для молодых людей, которые имеют небольшие отклонения в психическом развитии, но при соответствующей помощи смогут самостоятельно жить в обществе. Мы планируем открыть такой дом не на долгий срок, а на временное пребывание молодых людей там, для того, чтобы они побыли там какое-то время, приобрели навыки, и потом другие места них приехали. На этом наша программа завершена. Смотрите «Стафету новостей» по понедельникам. Всем утра на телеканале «Беларусь-2». В студии работал Дмитрий Котов. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!